С вами Андрей, у нас Шатерпиксель Даннен, прохождение Берсерка. Собственно, смотрим, у нас 18 этаж. Возможем ли мы полечиться, у нас нет возможности лечения. У нас вот такое вот Даннен снаряжение. Такие вот у нас очки талантов в данный момент. Вот. Давайте двигаемся вперед. Нам подсказывает то, что много здесь воды. То есть для рума-амфибии это самое то. Но против морозных элементалей это очень плохо. Давайте посмотрим, это у нас электрический. Это коррозийный газ. Точнее, не коррозийный, это ядовитый газ. Очень сильное облако. Нам очень сильно много может проблем дать. Нам бы в идеале забрать лепесток. Наше оружие кладо телепортировалось. Какой же ты, а? Да. Я нашел свое оружие. Вот оно лежит, судя по всему. Но у нас тут... Ну, я думаю, мы его долго будем раздамаживать. Поэтому давайте призовем призрака. Подобрали клинок. Одели клинок. Посмотрим, что у призрака за снаряжение. У него кожаная броня. Мы можем переодеть броню. Снарядить. Собственно, переодели броню призрака. Это облака. Демаскирующая нас. То есть, приз этот. Маг по нам стрелять не сможет в этом облаке. Цветок улучшения. Голем. Один из самых мерзких, самых опасных противников на текущем уровне. Мы скинули монаха в пустоту, чтобы с ним не драться. Мы убили голема. Мы видим последний лепесток. И сюда бежит гнида. Я что-то не понял. Я почему-то не переоделываю. Снарядить. Призрак слишком слаб. Как слаб? А, 17-я сила. Я понял. Дворфский жетон. Лепесток розы. Опять 17-я сила почему-то. Давайте тогда пока ему кольчужку оденем. Еще один. Это у нас холод. Это очень плохо. Они сейчас все примерзнут там просто. У нас очень-очень много урона. Мы пропустили. Нам бы в идеале полечиться. Как берсерк, конечно, нам это не нужно, но все-таки. Это холод, судя по всему. Поэтому нам бы нежелательно здесь особо ловить урон. Интересно, на призрака действует холод. Нам нужно 5 жетонов дворовских. У нас их только 3. Для того, чтобы забрать кольцо у Беса. Очень большая комната. Посмотрим, что за сундук. Это не мимик. Еще одна броня. Нам выбили призрака. Ну, как вы видите, это гнида еще та. Это холод, судя по всему, да? Это водяной пар. Этого чудо-голема нужно бить. Как ты меня утомил, монах, а? У меня очень слабая точность. Я не знаю, как бы увеличить точность. Для того, чтобы наш ПСС просто побольше раз попадал. Это, собственно, комната с прыжком. Чтобы ее использовать, нужно максимальное количество здоровья иметь. Чтобы при падении не расшибиться. И, скорее всего, переход. Давайте убедимся в этом. Морозный забрали его ледяную склянку. Это у нас ловушка медвежья яма. При наступлении на нее мы просто провалимся на следующий уровень. Мы проголодались. Открыли страницы руководства алхимии. Собственно, мы всю алхимию полностью открыли. Теперь мы видим полностью всю алхимию. Можно, в принципе, анти-ливитацию сделать. Давайте это сделаем. 10 единиц энергии нам нужно для этого. Давайте расщепим вот это. 10 единиц энергии у нас должно быть. У нас, собственно, воздух есть. Давайте сделаем себе антигравитацию. 24 зелья сделали алхимию. Собственно, смотрим. У нас нету ни огня, ни яда. Нам нужно сделать и огонь, и яд. Желательно. Давайте так и сделаем. Наша задача в данный момент сделать вот это. Это 12 энергий где-то надо. Расщепим немножко. Так, яд сделали. Делаем огонь. Драконье пламя. Собственно, эликсир крови. Сделали яд огонь. Отлично. А у нас также присутствуют, собственно, семечки. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Давайте еще одну зелье уровня сделаем себе. С помощью семечка пустофрукта. У нас получится звезда фрукта. Сделали. Собственно, у нас два звезда фрукта. Нам не хватает мяса. В принципе, пока так. Учитывая то, что у нас присутствует переход. Давайте мы... Это у нас водяной пар, если не ошибаюсь. Да, водяной пар, в принципе, для нас безопасен. Мы нашли еще одну левитацию. Мы активируем переход на следующий этаж. Но переходить сами не будем. Для того, чтобы мы могли спрыгнуть. Мы просто активируем воздух и прыгаем. Мы спрыгнули, подняли ключ. Тут немножко еды, латная броня. Ну, латная броня. Ее в идеале прозвонить бы. Для этого нужно иметь... Еще одна левитация. Отлично. Убили лед. Нашли сразу сходу переход на следующий этаж. Антигравитация до сих пор работает, что удивительно. На самом деле, антигравитация очень сильное зелье получается. Его разработчик перебалансил. Ну, у нас из дворских жетонов теперь пять. Мы, в принципе, можем идти. Это тьма. То есть, нас она спрячет от дальних атак. Нам обязательно... Судуки, они пустые. Давайте заберем их. Голем проснулся. Голем очень много урона наносит. Нам в идеале бы бить его со спины. Видите, 20 дней с урона даже по моей броне. Это очень много. Маг проснулся. Их магов, судя по всему, несколько там. Убили магов. Видим пиранью. Я надеюсь, это не призрачная пиранья. Это гигантская пиранья. Самая банальная, самая обычная. У нас очень много на этом уровне воды. Хотя нам подсказывает на, собственно, сама карта, что это темный уровень. Но для нас тьма, она бесполезна в данный момент. Я думаю, надо... Это укоренение. Но укоренение на воду не работает. А укоренение... В чем проблема укоренения? Как видите, вода нивелирует укоренение. Соответственно, пиранья ничего не будет. Ждем. Давайте перекусим. Видим, собственно, монаха. Давайте его скинем отсюда. Избавились от монаха. Это коррозия. Коррозия – это очень сильный действующий яд. Действует по площади. В нем нельзя долго находиться, иначе вы погибнете. Да куда ты побежал, дебил? Собственно, голем. А ну, с големом очень простая тактика. Ты дебил. Я честно, я не знаю. Нам просто откровенно не везет. Нам нужна свиток превращения, но у нас его нет. Нам ни один не дали. Ну, конечно, эта гнида на 100% бы притянула, потому что она больше ничего, по сути, делать и не умеет. Кроме как притягивать. Чтоб вас... А обратите внимание, два голема нарисовалось. Это у нас водяной пар, судя по всему. Пиздец, вы големы, бля. Минус один голем. У нас 15, и нет здоровья. Я думаю, что это слишком мало. Ага, ясно. Выбили с него секиру. Убили электрического. Переход активировали. Видим голема еще одного. Какой же ты дебил, а? Курильщица, она просто размораживает. Чтобы вы понимали, что такое курильщица, это рандомные газы, которые кидаются. То есть, не факт, что они будут дружелюбные для вас. Но факт в том, что они 100% будут недружелюбные для врагов. Ну, видите, да? То есть, голем у нас и травыебанное чмо, которое думает, что он самый умный. Зелье силы пьем. Получили 18 силы, наконец-то. Ну, с големами разговор простой. Это водяной пар. Убили голема. В какой-то веке получили рассинку. Давайте покаять монаха. Это паралич. Капец, нам не везет. Это просто трындец. А чтобы вы понимали, это один из самых мерзких монахов, который вообще присутствует. Монах-наставник. Что у вас всех монахов? Давайте посмотрим, где у нас находится где же у нас находится наш любимый. Он у нас на 17 уровне. Нам придется шлепать на 17 этаж. Самый быстрый способ, конечно, с помощью телепортации. Мы, скорее всего, и мы воспользуемся. Это ледяной буран, если не ошибаюсь. То есть, он приморозится в любом случае. Если он находится в воде, он в два раза быстрее приморозится. У нас нет ключа. Мы его еще не нашли. Опять гнилой монах нарисовался. Вы не представляете, как подмораживают эти монахи. Собственно, руна стража, ее проходить только на скорости нужно. По-другому вы ее просто пройти не сможете. Но ее можно также пройти с помощью цепей, с помощью остановки времени. То есть, ну, способов на самом деле много. Как говорится, выбирайте подходящий для вас. Учитывая то, что у нас амфибия, мы заигнорируем эту компанию и просто убежим от них. Конечно, мы попали в электричество. Электрическая ловушка, она нас парализовала несколько ходов. Тем самым мы получаем урон с течением времени. У нас получили ключ. Давайте, опять нарисовался голем. Ну, конечно, мы получили урон. В этом никто не сомневался. Это, если же быть, дезориентирующий газ. Один из самых бесполезных газов. По сути, он является защитным газом. То есть, когда нет врагов рядом с вами, эта курильщица, вот этот нефибродный артефраг, 100% скастует именно его. Как же и не везет, а? Давайте подопрем, наверное, дверь, для того, чтобы видеть, когда улики колем. Ну да, да, кто бы сомневался. Ой, блин. Наша задача, мы, в принципе, следовали весь этаж. Наша задача телепортироваться назад к алхимику. Посмотрим, сколько нам нужно на это. Нам нужно 6 единиц энергии. Давайте ее найдем. Пошли, взяли очищение. Давайте ее заберем. Подадим все лишнее. Сложно сказать. Давайте посмотрим, есть ли у нас здесь. У нас нет алхимика. Алхимика у нас только на 18. Для нас он, по сути, бесполезен. Давайте продадим. Отдадим нашему обычный доспех ватный. Пускай носит его. По свиткам телепортация еще одна. Рассеивание. Магическая карта. Возьмем карту. И возьмем, наверное... А, собственно, у нас бес также. У нас на 17 уровне. Давайте добежим до беса. У нас нарисовались огромная тонна вурдалаков. Причем, именно огромная тонна. Как вы понимаете, с вурдалаками драться сомнительное удовольствие. Нам дали немножко золота, но мы собрали в одной игре уже 15 тысяч монет. И на том спасибо. Обратите внимание, монах нарисовался. Давайте его закайтим. По всей воде пробитое электричеством. Соответственно, кто находится в воде, они будут парализованы. Собственно, ищем ищем, 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 ищем. Где же у нас присутствует наш любимый бес, который у нас в перспективе для нас очень сильно полезен. Собственно, забираем кольцо у него и бежим наверх. Кольцо нам дали стрельбы, но для нас бесполезно, потому что мы не используем дальнее оружие. В основном. Для нас оно бесполезно. Собственно, 19 этаж. Давайте отдалим карту, посмотрим, где у нас переход и бежим к переходу. Мы видим голема. Просто пробегаем эту компанию. Ну, вы сами видите, то есть эта гнида через пол карты выстрелила и нас притянула. Ну, вот как он это сделал, а? Да убей ты его! Ну, хватит уклоняться! Я не знаю, у этих врагов просто уклонение катастрофически огромное сделаю. Я просто его автобоем пытаюсь убить, я не могу его убить. У него просто уклонение. Спасибо, что притянул. Не знаю, мне не нравится этот момент. Собственно, мы убили. Давайте снимем проклятие с кольца. Наденем это бесполезное для нас кольцо. Также можно улучшить доспехи. Не вернуть собственной печать обратно. Призрак у нас до сих пор не может носить восемнадцатый уровень. Бесполезный призрак. В общем, пока как-то так. Всем спасибо.